На завершении выпуска я озвучу курсы валюты на сегодня. Доллар стоит 60 рублей 66 копеек, евро 65-52. Кстати, средняя цена на нефть в феврале составила 60 долларов за баррель, а как она будет изменяться, эксперты прогнозировать пока не берутся. Председатель совета директоров нефтяной компании «Руснефть» уверен, что говорить о планировании можно будет только уже ближе к лету. Как компания работает в текущих условиях, Михаил Гуцериев рассказал в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Михаил Сафарбекович, добрый день. Здравствуйте. В первую очередь хочу вас поздравить с днем рождения, успехов вам в творчестве и в бизнесе. Спасибо. Первый вопрос у меня будет касаться, наверное, в целом нефтяной отрасли. На ваш взгляд, каковы сегодня перспективы этой отрасли с точки зрения эксперта? Ну, я думаю, при сегодняшней цене, при такой цене, которая сегодня сложилась 60 долларов за баррель, если это дно, мы не можем понять, где дно. Для того, чтобы прогнозировать, надо понимать дно. Рынок настолько нестабилен, и рынок нефти, и рынок валютный, рынок рублевый рынок, то есть я имею в виду курс доллара к рублю. И совершенно непонятно, что планировать. То есть мы планируем буквально только на три месяца. Мы не планируем на год, мы не можем делать среднесрочную, трехгодичную и долгосрочную программу, потому что мы не понимаем, что будет происходить в ближайший месяц, два, три, и где дно рынка. Как только мы почувствуем, где дно, а дно – это стабильно, шесть месяцев цена будет, если держаться. Если она будет держаться, то она до Нового года падала, после Нового года подросла. И за февраль месяц, я внимательно просто отслеживаю, за февраль месяц, первый и последний день, складываешь, делишь, понимаешь среднюю цену по месяцу, и средняя цена по февраль месяцу, она где-то шестьдесят. Если март, апрель, май, до лета она продержится в этом диапазоне, мы будем понимать, что средняя цена – шестьдесят долларов за баррель, курс – шестьдесят, шестьдесят пять, примерно сейчас там шестьдесят пятьдесят девять, шестьдесят два. Мы понимаем, исходя из этого, можно делать стратегию, можно понимать, что делать с капексами, какие месторождения осваивать, какие месторождения наиболее рентабельные подлежат освоению при такой цене, менее рентабельные отложить их в долгий ящик, среднерентабельные, то есть, которые дают там 10% доходности, отложить на среднесрочную перспективу, а долгосрочные, которые при цене сто долларов баррель, которые осваиваются, тяжелая нефть, месторождение, которое находится территориально далеко от инфраструктуры, и от транснефти, где надо вкладывать деньги в трубопроводы, то мы их отложим на долгосрочную перспективу, там, на 2020-2025 год. Таким образом, для того, чтобы понимать, надо понимать, где мы опустимся, и, исходя из этого, строить затратную часть, строить инвестиционную часть. Когда вы это не знаете, вы полностью в страхе в экономическом, если можно так выразиться, то мы полностью остановили все инвестиции, исключением, только для поддержания текущей добычи, поддержания текущей добычи, чтобы в ноль ее держать. И мы вот на таком уровне застыли. Поэтому все будет видно еще через 5 месяцев. Я надеюсь, что, если цена 60 останется, то это выживаемо, это и проблем для бюджета особых. Я не вижу при цене курса 60, они друг другу компенсируют. Там, да, 0,5. Один баррер падения цены на нефть, это 50 копеек падения доллара, рубля к доллару. То есть такая, если наоборот вверх, то наоборот доллар падает. Поэтому я ожидаю, что 5 месяцев надо продержаться, увидеть дно, исходя из дно, выстроить программу этого года, дотянуть, выстроить программу 2000, в сентябре сделать бюджет компании программу 2016 и среднесрочную программу на 3 года до 2018. Вот как я это ожидаю. Паники нет. Если цена будет такая, мы выживаем, если цена начнет падать и дойдет до 30, это совершенно новая стратегия, это остановка многих скважин, это полностью отсутствие стратегии в освоении новых месторождений. Будет идти борьба за выживание, за добычу, чтобы не терять добычу. Конечно, добычу начнем терять не только мы, по всей стране. Я ожидаю от 5 до 10% падения добычи при цене 30%. И так каждый год это будет происходить, если цена будет держаться на таком уровне. То есть ситуация сложная, но она зависит от цены и от правильной стратегии управления. Если перейти от общего к частному, то как падение цены на нефть повлияло на сегодняшний день на деятельность компании «Руснефть»? Ну, как она повлияла? Ну, мы, во-первых, подсократились. Подсократились не только в количественном составе сотрудников. Были такие структуры, которые не имели большого значения с точки зрения оперативного управления, но для стратегического развития они имели значения. Эти структуры мы просто сократили в данной ситуации. О стратегии, то есть о развитии компании на долгосрочную перспективу мы ее не видим. Мы просто сократили. Что касательно, было много хотелок, так я их называю. То есть то, что не влияет на текущую финансово-хозяйственную деятельность, мы просто это убрали. Оставили налоги святое, капексы оставили минимальные для остановителей скважины, нерентабельные, я уже про это говорил. Начали разрабатывать месторождения, высокопродуктивные месторождения с хорошими запасами, где не нужно больших капексов, чтобы добиться обратного эффекта, добиться добычи. Начали осваивать эти месторождения, стабилизировали добычу на полку, положили. То есть терять мы добычу не будем, мы не держать ее на полке. Боготворительность остановили на 6 месяцев. Мы ее не убрали, мы ее просто остановили, посмотреть, что будет дальше, чтобы не получился пир во время чумы. Зарплата премиальная святое, это вовремя выплачивается, будет выплачиваться, люди должны принести кусок хлеба домой. Это стабильность в обществе, уровень жизни людей не должен падать, потому что он упал и так за курсовую разницу, наполовину почти. Если мы начнем еще выбирать премиальный и понижать зарплату, то это будет катастрофа. Конечно, мы этого не допустим. Налоги платим. В принципе, ничего страшного, но ничего такого, чтобы сказать, что страшно, что опасно, что мы катимся в какой-то катастрофе. Но и в то же время ничего такого радужного, чтобы сказать, что все хорошо, все будет хорошо. То есть такая стабильная, каждодневная, профессиональная работа по сокращению расходов и по поддержанию добычи. Вы уже говорили по поводу перехода от оперативного управления к стратегическому. В принципе, стало недавно известно, что вы перешли непосредственно к этому виду управления. Что это значит в целом? Ну, оно связано с тем, что РУСНЕФТИ сегодня в рамках взаимоотношений с банками мы разделили часть месторождения и передали компанию НЕФТИС. Таким образом, эта группа НЕФТИС сегодня добывает, если взять зарубежные активы, взять другие наши нефтяные компании, добываем порядка 18 миллионов тонн. И в связи с тем, что мы выставили очень грамотные и правильные взаимоотношения с банками в связи с кризисом, я решил возглавить Совет директоров ИНЕФТИС и РУСНЕФТИ, всех других нефтяных компаний. Нефтепереработка, Орские НПЗ, Краснодарские НПЗ, добыча за границей в Азербайджане, добыча в Казахстане, добыча в Мавритании, добыча в других регионах, где мы... Там же кризиса нет, в том же Алжире, там и курс стабильный, все идет, там можно развиваться, да? А в том же Казахстане более-менее стабильно. Поэтому для того, чтобы быть более, я мог больше уделять внимание другим активам, всей структуре, то я как бы возглавил Совет директоров. Ни с чем больше не связано, что я в том же кабинете, делаю ту же работу, просто, может быть, не подписываю платежки и все. То есть получается, что вы будете больше внимания уделять второй компании, нефтисе? Нефтисе, да там 7 миллионов добыча. 7 миллионов тонн добычи, там 300 миллионов запасов. Мы там активно увеличиваем и запасы наши, и добычу, там идет все неплохо. Мы захеджировали определенный поток нефти, и, соответственно, хедж в нашу пользу. То есть там ситуация даже более стабильная, чем в Руснефти. Но я не отделяю, это группа компаний Руснефть, один акционер, один представитель Совета директоров. И в ближайшем, после того, как мы утрясем все взаимоотношения с линкором, конечно, эти компании будут опять объединяться. Это будет большая компания с добычей 18 миллионов тонн Руснефти. Говоря о переходе компании к единому акционеру, агентство Мудис уже подвело итоги на этот счет. По их мнению, финансовые показатели компании в таком случае с 2012 года сильно ухудшились. Можно ли говорить о том на сегодняшний день, что вы думаете о продаже или об объединении своих активов? Продавать мы ничего не собираемся. Когда цена 60, никто не должен продавать. Продают при цене 110 добавить. При цене 60 продавать нет смысла, а акция недооценена. Поэтому продавать никто ничего не собирается. Компания Глинкор, мы получили, сейчас получаем разрешение ФАС. Все дочерние структуры, они в голове не были, будут конвертированы в головную компанию. Договор подписывается, мы сейчас заканчиваем соглашение акционерное. Глинкор будет владеть 49% компания Руснефть, 51%. Вот яркий пример того, что западные акционеры бегут, никто не бежит. Как видите, Глинкор с удовольствием настоятельно требует, просит, чтобы мы конвертировались. Мы получили соответствующую поддержку и в правительстве. И, соответственно, компания Глинкор, один из мировых трейдингов, известная компания, обороты более 160 миллиардов долларов. Она станет акционером головной компании Руснефть. Все пакеты акций в 49% в дочерних компаниях, они переходят к нам. И в едином компании 51% будет. И, соответственно, 49% будет у Глинкора. Эта работа сейчас ведется. Если говорить про другую сторону авиации... После того, как мы это сделаем, то, соответственно, следующий вопрос. Это опять подсчет пакетов, стоимости, интересов. И мы, конечно, это конвертируем в большую компанию с учетом нефти. Если перейти от нефтяной тематики к банковской, Бинбанк показывает очень неплохие результаты. Как вы считаете, за счет какого комплекса мер удалось этого достичь? Бинбанку 20 лет. Второе, правильная стратегия. Это вот яркий пример. Правильный подбор кадров, обучение кадров, правильные регионы, правильные банковские инструменты, правильный президент, осторожные кредиты, кредиты, которые связаны больше с производством. Современные технологии, активная, агрессивная такая. В момент кризиса же создаются капиталы. Вот как раз сейчас время, сейчас вот время для, если бы я был молодой человек, мне было бы 25-30 лет, это время молодых. Вот в такое время создаются. Все время у меня было 30 лет, когда рухнул Советский Союз. И такие какие-то 30-летние, мы за 5 лет создали большие капиталы, большой бизнес. Уже в 95-м году у меня был банк, и уже структура была, я начинал активно, активно начинал на рынке. Да, вот это время как раз, время создания торгового капитала, соответственно, потом трансформируется торговый капитал финансовый, через финансовый капитал, в производственный капитал. Вот это время как раз, 91-92-93 год, с точки зрения кризиса, когда наступил, и вот сейчас такое время-время создавать большие-большие состояния. И вот в условиях кризиса сегодня он активно расширяется, люди несут свои деньги, есть доверие, все понимают, что мы очень аккуратно с деньгами. Ведь в банке, что такое банк? Банк – это деньги населения, чужие деньги. С чужими деньгами надо очень аккуратно обращаться. Поэтому ситуация там неплохая, будем так говорить. Вы уже говорили о том, что одним из залогов успеха Бенбанка является правильная выдача кредитов. Вот в сегодняшней ситуации увеличилось ли число выданных кредитов или все же нет? Сейчас все в этой ситуации, это же три месяца. Я же говорил, мы не видим дна. Никто ничего не будет давать. Сейчас время переждать, понять, где дно. Я считаю, что кризис начнется в апреле, реальный, тот, который мы ожидаем. И закончится в октябре. Я считаю, что с октября мы увидим дно летом, вот сентябрь – октябрь. И с октября начнем уже двигаться. Следующий год, 16-го, будет переломный. Мы будем двигаться в условиях дна. И будем понимать, как нам надо двигаться. И сразу мы поймем на 5-10 лет стратегию, когда возвратить долги. Стоит ли брать новые долги? Стоит ли активно воздеваться у нас в стране, в нефтьянке? Стоит ли заморозиться и просто не терять добычу на уровне 500 миллионов там добывать, 500 чем-то страна застолбить? Ведь Советский Союз добывал в 80-х годах 550, по-моему, миллионов тонн. В 2095-м он добывал 250. То есть, половину упадения добычи. Да, я думаю, у нас такого не будет. Мы поймем дно и начнем правильную стратегию. Так что, я ожидаю все-таки, что мы выкарапаемся. Я ожидаю больших потрясений в стране. Я не ожидаю. Шло очень много разговоров по поводу строительства парламентского центра в Нижних Мневниках. Планируется ли реализовывать этот проект? Да, инвестиции будут наши. Строить будет компания Интека, наверное, будет помогать Мосфромстрой. Одни из лучших строительных компаний с точки зрения истории своего развития. И с точки зрения производственной и технической базы, с точки зрения специалистов, кадров, рабочий класс. Там профессионалы, в основном работают москвичи, там мало гастробайтеров. То есть, это профессионалы высокого класса. Вот эти две структуры будут, наверное, еще будут к ним подключаться. Да, будем строить за свои средства, там целая технология. Здание Госдумы и здание Совета Федерации отдается как бы нам в компенсацию. Все это надо ценить, понимая, сколько мы уложим. Мы строим, взамен получаем это, соответственно, это будет все сноситься на место Государственной Думы здания. Это, наверное, будет большой отель современнейший, может быть, торговый центр, может быть, я не знаю, что сейчас. И так же на место Дмитровки, наверное, Совет Федерации это будет жилье. То есть, такой чисто коммерческий проект без участия бюджетных денег. Ни один проект коммерческий бюджетные деньги мы не участвуем. Там, где бюджетные деньги мы не строим. Государство есть, где потратить свои деньги. У нас много есть мест, особенно в социальной сфере, и в медицине, и пенсионеры, и дети, и бездомные, и инвалиды, и армия требуется тоже в оснащении. То есть, есть куда потратить деньги государству. А бизнесмены должны своими, или же деньги инвесторов. Ну, и кредиты, конечно, стабильные кредиты. Кроме того, вы активный еще игрок на радиорынке. Насколько прибыльны сегодня ваши активы? Ну, вам скажу, рекламный рынок радио упал 1 января 2009 года. То есть, сократился в несколько раз. Сессия радио были все практически прибыльные за счет весны. Те станции, которые мы купили, их развиваем. Такие станции, как Дача, такие станции, как там Лаврадио. Все эти станции, такси, они были прибыльны за счет рекламы. Сегодня они в ноль идут. Ну, а те станции, они требовали развития, мы туда вкладывались, создали современный студийный комплекс, большая рекламная компания шла, они начали двигаться вверх в рейтинге. В связи с этой ситуацией мы ограничились зарплата и текущие операционные расходы. То есть сегодня не время вкладывать, сегодня время ждать, понять, где дно. Когда мы поймем, где дно, и мы начнем действовать. Сколько надо людей, какие нужны люди, что надо делать в следующем году, что через два года. мы ждем дна, дна и радио рынка. Пока дна не видим. И завершая беседу, я не могу не затронуть тему вашего творчества. Ваша новая песня, патриотическая песня, на сегодняшний день уже популярна. Каковы творческие планы? Ну, попросил меня Дробыш, прислал мне музыку, привез, сказал, нужно писать песню про правоохранительную систему. Мы часто привыкли ругать наши правоохранительные органы в газете, в прессе. На самом деле, когда что-то случается, куда мы идем? В первую очередь. Мы бежим в милицию, полицию, мы бежим в прокуратуру, в ФСБ, мы просим нас защитить, мы идем в суд. 90% людей, рабочих правоохранительной системе, это порядочные, честные люди. Горжусь нашими правоохранительными органами. Считаю, слава Богу, что они есть такие, какие они есть, как и общество, такие органы, как говорит наш президент. Но это лучшая часть нашего общества, это офицеры, это люди с высшим образованием, 1, 2, 3, 4, это люди с большой честью, они жертвы, сколько погибает их. Поэтому я и написал, я считаю, песню, она отражает, да, мы свои там хлятвы жизни сберегли, они своей честью сберегают, они молодцы, я искренне говорю, я горжусь, что для них мы написали эту песню. Если она сейчас пойдет, она вроде набирает обороты, и я горжусь этим. Михаил Сафарбекович, большое спасибо, что нашли время для беседы с нами.